Привет! Это вторая часть видео о блюзе и о водах, которые можно использовать в блюзе. В прошлый раз мы говорили о мажорной пентатонике, о минорной пентатонике, о блюзовой гамме. Эти три лады мы смешивали. Я напомню, что на первую ступень можно играть ля мажорную пентатонику, ля минорную пентатонику и ля блюзовую гамму. На четвертую ступень можно играть ля минорную пентатонику, ля блюзовую гамму. На пятую ступень можно играть ля мажорную пентатонику, ля минорную пентатонику и блюзовую гамму. То есть точно так же, как на первую ступень. Сегодня мы поговорим еще о нескольких приемах, которые можно использовать при обыгрывании такого блюза. Так как это все доминантовые аккорды, в блюзе на каждой из трех ступеней этих используются доминантовые аккорды. Мы можем мыслить, как мыслят в джазе, при этом оставляя особенность блюзовой фразировки и блюзовых приемов. То есть на ля аккорд мы можем играть ля-миксолидийский лад, на ре мы можем играть ре-миксолидийский лад, на ми мы можем играть ми-миксолидийский лад. То есть семиступенный звук ря. Звучит примерно так. Ре-миксолидийский ля-миксолидийский ля-ми. Ну естественно так в соло не надо играть гаммообразно, просто показал, как эти лады звучат сами по себе. То есть у вас для каждого аккорда добавляется еще одна гамма. Вы можете смешивать с минорной, пентатоникой, с мажорной и с блюзовой гаммой. Есть еще одна хитрость небольшая, которой я пользуюсь, когда играем миксолидийский лад. Не все уже уделили достаточно внимания ладам и легко ориентируются на грифе, где миксолидийский, где лидийский, где фрегийский лады. Есть такая штука, как ладовая относительность. То есть когда вы играете мажорную или минорную гамму, какую вам удобную, на определенный интервал от тоники и при этом получаете звучание того или иного лада. Миксолидийского, лидийского, адридийского, разных. Для миксолидийского лада это очень просто. То есть вы играете минорный лад, минорную гамму знают большинство гитаристов, да, натуральный минорный. Играете минорный лад на тон выше. То есть на ля доминантовый аккорд я играю си минорный лад. Получаю ля миксолидийский. На ре я буду играть ми минорную гамму, натуральный минор. На ми я буду играть фа дес минорную гамму. Кому-то это возможно поможет. То есть если вы хорошо знаете минорный лад, очень легко видите тонику. На тон выше играете минорный лад, получаете миксолидийский лад. Сейчас я сыграю и немножко посмешиваем эти лады. Сейчас тут что-то не обводит. Мажор, финал, лад. 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 То есть я играл лады, те, о которых я говорил, плюс я играл пентатонику. И сейчас я еще играл много блюзовых клише. Это тоже очень важный момент. Без них ваша игра не будет звучать фирменно. Вот эти все штуки, которые вы слышали из Тивера Война, Джимми Хендрикса, Джимми Пейджа, в общем, куча гитаристов Биби Кинга, которые классические блюзовые, они дают такое фирменное звучание. Вот их обязательно тоже нужно добавлять в свою игру. И еще последний прикольный пример лада, я его увидел у Робина Форда и услышал, да? Вот уже из джаза. При переходе с первой ступени к четвертой ступени, можно рассматривать эту первую ступень как настоящую доминанту, которая создает напряжение, переводит дальше, да? И на нее можно играть полуменьшенную гамму, полутон-тон. То есть на ля мажор можно играть... Вот этот лад, вы его знаете. Именно в момент перехода я сейчас постараюсь проиллюстрировать это. И еще раз. Вот. Вы слышали, да? Очень важно прийти в хорошую ступень, в аккордовую, чтобы вот это напряжение, которое вы создали этим ладом, красиво разрешилось. Я, кстати, использую такую позиционную аппликатуру. Не диагональную, как обычно играет. Она очень удобная. То есть она предполагает, что вы сыграли какие-то настройки, да? И потом приходите в субдоминанту. Итак, у вас есть лад для каждого аккорда. Ля-миксолидийский, ре-миксолидийский, ми-иксолидийский. Вы можете использовать... Чтобы получить ля-миксолидийский, можете играть минорный лад с секундой выше, да? На ля-мажор вы играете си-минорный лад и получаете ля-миксолидийский. На ре вы играете ми-минор, ми-ми играете фланец-минор. Плюс имеете минорную пентатонику, мажорную пентатонику и блюзовую гамму. И все это еще смешиваете с блюзовыми клише. С хорошим вибратором, с хорошей фразировкой, с хорошим звуком. И получаете хороший блюз. Все, спасибо. Спасибо.